Мои друзья поехали на рыбалку, утопили лодку, мотор, две машины. Оцените себестоимость этих двух окуней. Четыре ящика водки. Мои друзья поехали на рыбалку, утопили лодку, мотор, две машины. Оцените себестоимость этих двух добытых окуней. Ну, не дороже моего браслета явно. Спасибо, команда КЛН, Уолл Атар. Об актуальном. Мои друзья поехали на рыбалку, утопили лодку, мотор, две машины, одну из них соседскую. Оцените себестоимость этих двух добытых окуней. А там летит окунь. Сколько стоишь? Сколько стоишь? Сколько стоишь? Красный. Другие машины, ответа КЛН, Фанация. Друзья мои утопили лодку, мотор, две машины, одну из них соседскую. Оцените себестоимость этих двух окуней. Хорошее настроение, не нуждается в оценке. Ну, слушайте, уважаемые жюри, прямо сейчас вы должны совмещательным путем определить, кому достанется 0,1,1 балла. У кого был лучший ответ перед следующим вопросом? Да, прямо сейчас вы должны назвать лучший ответ. Да, лучший ответ у какой был команды на этот вопрос. Да, и эта команда сразу забирает 0,1 и до начала биатлона у них есть возможность накопить. Итак, Руслан. Лучший ответ, мнением жюри, у команды Панацея. Итак, 0,1 достается Панацея. Следующий вопрос у нас задает Татьяна Пяткина. Аплодисменты. Дорогие друзья, как вы себе представляете эволюцию КВНщика? Дорогие друзья, как вы себе представляете эволюцию КВНщика? Есть ответ у команды Панацея. Как вы себе представляете эволюцию КВНщика? Малой и я, но и вы в жюри. Дорогие друзья, как вы себе представляете эволюцию КВНщика? В принципе, время еще есть. Команда Уолатар. Как вы себе представляете эволюцию КВНщика? Эволюцию? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Хорошо, хорошо. Будете отвечать или в Площадь Победы? Ну что ж, все, да, дорогие друзья? Нет ответа у нас в этом круге. А, нет, есть. Татьяна Крайловна, повторяйте Площадь Победы. Как вы себе представляете эволюцию КВ-щика? Ну я смотрю на Коля, не хочу эволюцию. Ну и хорошо, хорошо. Как вы себе представляете эволюцию КВ-щика? С каждым годом про Чирвы меньше шутят. Ну и по старой схеме, лучший ответ на этот вопрос был у команды КВ-щика. Уолл Аттар. Ну и последний вопрос задает Василий Попов. Дорогие КВ-щики, сейчас такое время года. Осень, депрессия, хандра. Как вы с этим справляетесь? Хорошо. Мирабио осень, депрессия, хандра. Как ты с этим справляешься? Недавно с друзьями известного человека на рыбалку съездили, все утопили там. Спасибо. Площадь Победы. Ну что ж, тридцать секунд почти стекли. Да, если ответ будет единственным, он будет лучше. Нет, но у нас есть ответы команды Уолл Аттар. Айял, осень, депрессия, хандра. Как ты с этим справляешься? Ну, я не депрессирую. Я вам вообще хочу сказать, что радуйтесь жизни вообще. Веселитесь, но вы еще молодые. Махтан. Ну и время подходит к концу, дорогие друзья. Панацея или хорошо-морошок будет? Да, хорошо-морошок есть ответ. Георг, осень, хандра, депрессия. Как ты с этим справляешься? Сауна, шашлык, тёки, сауна шашлыком и с тёлками. Нормально. Просто огромнейшую неправду рассказал Георг. И так, а... Ответ от Панацея. Просто шашлык, наверное, да, и все. Хорошо. Команда Панацея, да. Осень, хандра, депрессия. Как ты с этим справляешься? Да это еще не все. Учеба, картошка, да и девушки в пальто. Как с этим справляться?